Включена площадка, и, видимо, пришлось вот ее перезагружать. Здравствуйте все, я очень рада всех вас приветствовать. Остались самые выносливые. Так что спасибо вам, что вы будете сейчас слушать про флортайм. Вчера был замечательный доклад, который осветил какие-то теоретические вопросы, а сегодня мы поговорим о практических вопросах по флортаймам. Давайте посмотрим с вами, прежде чем говорить о флортайме, хочется поговорить о том, что из себя представляет спектр аутизма. Для того, чтобы вот эту интересную схему нарисовала женщина с аутизмом, это не так давно было ею сделано. И она представила эту картину себе так, что раньше аутизм представлялся вот как такой вот спектр, который вот так обычно представлялся спектр аутизма. Сейчас же вот она изобразила вот такой спектр, и я тут специально вынесла в более увеличенном виде те симптомы, которые характерны аутизму. И давайте с вами, зачем я это сделала? Вот я думаю, с этого нам, я считаю, что с этого нам надо начать, потому что когда мы говорим о способах работы с детьми с аутизмом, это не какой-то ребенок такой вот абстрактный, или вообще о способах работы с людьми с аутизмом, это не какие-то абстрактные люди, эти люди имеют вполне такие определенные особенности, и эти особенности носят вполне индивидуальный характер. И вот она так себе представила спектр аутизма, вот выглядит не так, как раньше представлялось, что вот какие-то по накопительной степени изменения происходят. А вот примерно каждый человек заполнен какими-то определенными симптомами, вот так условно она это изобразила. И в зависимости от того, что присуще каждому человеку, мы и будем говорить о том, как с ним надо работать. Еще раз вот я вам хочу напомнить эти симптомы, это и стереотипии, и фиксации, и проблемы с социализацией, и сенсорные проблемы, и проблемы с моторикой, нарушения речи могут быть у человека с аутизмом, и в общем депрессии, и агрессия. Ну это могут быть как все вот эти симптомы у одного человека, так и некоторые из них. Все это достаточно избирательно. И вот тут у меня картинка, обратите на нее внимание, это прислала мама мальчика с аутизма, который проходил у нас терапию. И вот очень интересная картинка. Посмотрите, вот такой выложенный на полу рядок из фигурок. И когда я ее спросила, это Ванечка, говорю, так выложил эти игрушки. Нет, говорит, эти игрушки выложила я. А что делает Ванечка при этом? То есть терпения выложить игрушки у него, конечно, не хватает. Я как раз и спросила маму, есть ли у него терпение выложить эти игрушки. Но мама сказала, что выложила их. И она, ну, у Ванечки хватает терпения добежать до конца ряда и прыгнуть на матрас. А еще у него хватает терпения бежать по этому рядочку, избивать эти игрушки. И вот мне кажется, это может быть метафорой того, что из себя представляет вообще наша работа. Как мы должны находить взаимодействие с ребенком, в наших взаимоотношениях с ним. Это очень важный момент. Потому что все, о чем мы будем говорить, это как раз об взаимоотношениях и взаимодействиях. Потому что флортайм – это методика такой концепции, подхода D.I.R. И это не просто игра, а у нее всегда такой развивающий характер. Эта игра обязательно происходит в отношениях, и она учитывает индивидуальные особенности детей. Очень важным моментом, основополагающей идеей этого подхода является то, что мы относимся к ребенку с уважением и относимся к нему как к партнеру. Не сверху вниз смотрим на ребенка и не пытаемся выстраивать его, а именно вот такие партнерские отношения для нас очень важны. Как для родителей с ребенком, так и для специалистов с ребенком. И вообще вот в этой триаде специалист, родитель и ребенок, в общем-то у каждого своя роль. Но это, в общем-то, идея такая, что эти отношения должны быть партнерскими. И в центре вот этой методики флор-тайм лежат отношения с ребенком, которые строятся на глубоком понимании его особенностей. И мы будем с вами говорить, что это за особенности. Поэтому я, собственно говоря, перевела вам вот эту картинку, которая в начале, вот этой женщины с аутизмом. И что интересно, в зависимости от того, какую комбинацию этих особенностей мы имеем, конечно же, мы будем подстраивать свою работу к этому ребенку. Но давайте еще скажем все-таки о том, что когда мы говорим об играх, мы всегда подразумеваем вот о флор-тайме. Мы подразумеваем две стороны. Мы подразумеваем взрослого и ребенка, который участвует в этом процессе. И интересно, и очень важно, чтобы между ними происходила сонастройка, чтобы взрослый готов был к таким отношениям. Собственно говоря, тогда это и может обеспечить успех. Что же такое флор-тайм? С одной стороны, это способ быть вместе с другим человеком. И когда мы говорим о флор-тайме, то мы подразумеваем, с одной стороны, философский подход, а с другой стороны, индивидуальные сессии игровые, которые происходят примерно где-то в течение 20-30 минут, а то и больше. И вот такая, что я вам хочу сказать. Вот совершенно очевидно, когда мы говорим о каких-то методиках, то очень часто люди увлекаются стратегическими. Вот дайте нам, пожалуйста, какие-то игры, дайте нам, пожалуйста, какие-то стратегии. То есть какой-то практический материал. Но если у человека нет в голове этой концепции вообще, что ему нужно делать? Ему очень сложно бывает приложить вот эти игры конкретно к чему-то. Просто подражание не всегда тут может быть полезно. Давайте вот, что вот о концепции, собственно говоря, флор-тайма, какие у неё две противоположные очень значимые стороны. Эта методика известна тем, что мы говорим, что для нас очень важный принцип, определяющий принцип – это следование за ребёнком. Да, это очень важно. Почему для нас это важно? Потому что мы присоединяемся к ребёнку в его ритме, в его удовольствии, в его намерениях. И вот когда мы присоединяемся к нему, нам важно не остаться в этом мире, в котором находится он, а вывести из этого мира его. А для того, чтобы он вышел из этого мира, вот важно создавать какие-то ситуации, проблемные ситуации, задачи какие-то, сложности, препятствия, по-разному можно назвать, да, которые помогают ребёнку осваивать новые ступени. Сейчас я буду с вами, мы будем говорить о том, что это за ступени, по которым мы ребёнка продвигаем. Вот когда мы говорим об общении, оно имеет определённые особенности. Это, во-первых, взаимодействие, а не инструкция. И это очень важный момент. Мы не даём ребёнку постоянно какие-то команды, сделай так, вот сделай, вот сейчас вот встань сюда, вот сейчас тебе надо делать так. Мы стараемся создать такую среду, чтобы ребёнок сам думал, чтобы он проявлял инициативу, чтобы по возможности вот решал такие задачи, да. И очень важно, что вот мы на каждой ступени сопровождаем ребёнка в его развитии. И для этого нам с ребёнком нужна сорегуляция. Что же такое сорегуляция? То есть для нас, что отличает флортайм от некоторых других подходов? И вообще то, что мы опираемся на понимание того, что для ребёнка очень важна саморегуляция. Мы не говорим о самоконтроле. Вообще для любого человека очень важна сорегуляция. То есть, спросите, саморегуляция. Потому что, если говорить о контроле, то, в принципе, это достаточно стрессовая для ребёнка может быть ситуация, когда постоянно ему нужно себя контролировать. Мы не можем его… Ему это сложно очень делать. У него нет такой базы для того, чтобы реализовать вот эту возможность самоконтроля. Ну и кроме того, это достаточно сложно и взрослым делать, да, всё время себя контролировать. То есть какие-то идеи держать в голове, ради которых должен человек существовать. Но когда мы говорим о саморегуляции, очень важно понимать, что у ребёнка не может быть этот процесс самостоятельным. Он всегда происходит у него вместе со взрослым. Взрослый его регулирует собой. И это очень важный момент, потому что маленький ребёнок развивается вообще и регулируется именно благодаря взрослому. Если мы будем говорить о том, какие у нас цели, ну, давайте скажем о них. Мы следуем за стремлением ребёнка… Это, простите, мне кажется, уже у нас вот так. Да, важный момент, вот важный ещё момент, то, что для флортайма важен не какой-то конкретный результат. Безусловно, для специалистов флортайма очень важен и вообще для самого подхода важен результат, но не любой ценой. Нам важен сам процесс, как он происходит. И, в общем-то, для того, чтобы этот процесс был каким-то развивающим, надо понимать, что он должен иметь определённый смысл для ребёнка. И очень важно, чтобы этот процесс развернулся на всех уровнях. Чтобы это происходило, надо сохранять с ребёнком взаимодействие. Иногда бывает так, что наши игры, в них нет какого-то особого смысла, в них нет какой-то цели, они не целенаправлены, они бывают очень примитивными и простыми. И порой это раздражает взрослых. Но нельзя опережать процесса развития, который, в общем-то, должен пройти ребёнок. Мы не можем своим каким-то натиском, своим волевым решением двигать ребёнка, развивать ребёнка. Это обязательно должен быть какой-то импульс изнутри, который, в общем-то, стимулирует развитие ребёнка. И, в общем, когда мы говорим о том, что же мы должны делать, не надо думать, что это очень много чего-то надо делать для этого. Что надо готовить много материалов, что надо без конца думать о том, как какие-то цели ставить, задачи. На самом деле это не так. Очень важно нам успокоиться в первую очередь самим, настроиться на ребёнка и наблюдать, что делает ребёнок. И только исходя из этого наблюдения, из выводов, которые мы делаем в процессе развития, наблюдения, предпринимать какие-то шаги. Для нас важно, чтобы ребёнок чувствовал в общении с нами в безопасности себя. Потому что, когда мы говорим о симптоматике аутизма, очень важным симптомом является повышенная тревожность. Если у ребёнка высокий уровень тревожности и нет доверия к окружающей среде, к нам, то этот уровень будет, безусловно, повышаться. Поэтому наша задача создать такую обстановку для игры, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности и мог почувствовать себя. Для того, чтобы проникнуться этой идеей, надо уметь поставить себя на место ребёнка. Надо понимать, что он может испытывать в какой-то ситуации, что он в этот момент думает об этой ситуации и вообще о чём-то, что происходит. Поэтому, если мы не будем без уважения к процессу и без уважения к ребёнку, у нас не получится желаемого поведения. Мы пропустим пока про игру. И давайте поговорим с вами немножко о стадиях развития. Мы не будем сейчас перечислять их, потому что мы побольше скажем о них потом. Но обратите внимание, вот это стадии развития, потому что, когда мы говорим о развитии, мы всегда подразумеваем, что какие-то этапы у него существуют. Гриспин выделил ряд этапов, которые свойственны абсолютно всем детям, и не нейротипичным, и детям с какими-то нарушениями. Ну вот тут вот эти возраста даны тогда, когда эти навыки созревают. Но в принципе, конечно же, о проблеме... А вот саморегуляция – это задача, которая в течение жизни всей решается человеком и может быть совершенно взрослый человек, который имеет серьёзные проблемы с саморегуляцией. Вот давайте поговорим о том, что мы... И когда... значит, вот теперь давайте скажем с вами о ступенях, и мы с вами можем более конкретно теперь говорить о том, что нужно ребёнку на той или иной ступени. Ну, во-первых, для того, чтобы ребёнок был готов взаимодействовать, взаимодействовать, ему надо быть спокойным. Это состояние спокойствия поможет ему настроиться, поможет ему включиться в какую-то деятельность, и оно поможет нам предпринимать такие шаги, которые будут мотивирующими для ребёнка и общения с ним. Вот давайте посмотрим, что делает в этом состоянии ребёнок, когда он отрегулирован, он может адекватно на что-то реагировать, он может наслаждаться взаимодействиями, он может реагировать на утешение и внимание со стороны взрослых, и может поддерживать более длительный контакт. И он сам может начать добиваться внимания, когда он находится в спокойном состоянии. Давайте с вами посмотрим те стратегии, которые для нас могут быть полезны в этом вопросе. И прежде чем смотреть, говорить о стратегиях, давайте мы с вами посмотрим видео небольшое. У меня тут есть несколько видео, которые мне хотелось бы вам показать. Вот эту игру проводит специалист, эксперт-преподаватель Николай Романовский. И обратите внимание на игру мальчика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо большое. Мы с вами посмотрели это видео, и мы видим, что... Сейчас, секундочку. И мы видим, что... Этой игре присущ такой ребёнок, на этой игре ребёнок и специалист имеют общий объект, и их внимание является совместным. Что помогает ребёнку отрегулироваться. Когда этот ребёнок пришёл к нам на занятия вначале, он совершенно не мог ни с кем взаимодействовать. Он всё время находился до этого в такой системе занятий, достаточно жёсткой, структурированной. И когда пришёл к нам, то держал машинки и совершенно не соглашался их выпускать из рук своих. Как только мама пыталась у него забрать эти машинки или вообще ему предлагали их положить, и кто-то вообще приближался к нему, у него начиналась ужасная истерика. Постепенно, постепенно, когда мы начали следовать за ним, когда мы эти игры дали возможность ему играть в эти любимые игры, не препятствовали его этим играм, в общем-то, он расслабился. У него этот уровень тревоги прошёл, он начал чувствовать доверие, и это позволило ему подключиться к каким-то другим видам деятельности. Если вначале его интерес был очень узок, если эта тревога его была настолько высока, что единственной его деятельностью было катание по себе этим машинкам, то постепенно, видите, как он включился и в игру и получил возможность играть, вот так взаимодействовать со специалистом. И, в общем-то, если у него был вначале такой невысокий уровень коммуникации, то постепенно этот уровень стал расширяться. И что получилось? Получилось, что в результате стало возможным с ним расширять это взаимодействие, у него начал появляться какой-то интерес познавательный, он начал обращать внимание на другие игры, он стал собирать какие-то сложные фигуры животных. То есть мы получили возможность, у него есть определённые проблемы с зрительно-пространственным восприятием, мы стали иметь возможность работать в этом направлении, опять-таки в игровой форме. То есть игра, конечно, имеет колоссальное значение, вот такая терапевтическая игра имеет колоссальное значение для развития ребёнка. И вот выведение его из этого стрессового состояния, тревожного, и помогает ему расслабиться. Но это для того, чтобы, когда смотрят люди иногда на эту игру, говорят, подумаешь, мы так тоже можем, да? Но на самом деле, чтобы так играть, надо хорошо понимать сенсорные особенности такого ребёнка. Что ему может понравиться? Какие… Это я вам показала, вот, собственно, маленький фрагмент, но как его удерживать в такой и подобных играх, да, вот, и произвивать его в длительных играх, если у него сенсорные особенности таковы, что слуховое внимание, зрительное внимание не интегрируется, и у него, в общем-то, очень такое… очень быстро он выходит из контакта. Он всё время… он реагирует, скажем, на звуковой какой-то сигнал, но может не прореагировать на то, что на зрительные сигналы, которые, ну, находятся близко от него. То есть, ну, могут быть совершенно разные ситуации, но во всяком случае, вот, когда специалист понимает, что именно, какие игрушки, скажите ему, как использовать эти игрушки, он понимает, что делать. Например, вот этому мальчику очень подходило, когда вверх какие-то бросали там камешки, он начинал за ними следить, его внимание больше фиксировалось, он начинал прислушиваться к звукам, которые издают эти камешки. Вначале это было абсолютно хаотическое какое-то действие, а потом он стал, там, скажем, кидать эти камешки на вот этого дракона, и постепенно, постепенно вот его игра стала расширяться тоже. Еще хочу вам показать одно видео. Сейчас. Сейчас, простите. Тут их не очень видно сразу. Ну, ладно, придется не показывать это видео, видимо, оно не... Ну, ладно, я вам просто... А, вот, вот, простите. Это уже родитель проводит игру с ребенком, играет. У нее... Это многодетная мама, у нее трое детей. И она... И она... Интересно то, что раньше девочка, когда вот, ну, вот сама мама этой девочки, она закончила курс, несколько курсов, прошла Dear Floor Time, и сама теперь уже работает, и занимается со своей девочкой. Когда она показывала первые свои видео, то, собственно говоря, там, ну, девочка была очень легко возбудима, она не включалась, не подключалась ни к каким контактам, она... Ну, очень сложно ей было реагировать на... Когда какая-то сестричка подходила к ней, и она, ну, вот, совершенно вот... Ну, нависела на маме и не давала никому к ней приблизиться. И вот очень сейчас интересно смотреть, как постепенно она там стала взаимодействовать и с младшей сестричкой, и, во-первых, расширились ее двигательные возможности. Вот она уже на диван лезет и очень охотно спрыгивает с ней. Ну, просто я боюсь, что мы не успеем, поэтому там еще, как они поют, как она маме заказывает, что петь. У нее нет речи, но она там договаривает после конец слова, и она, значит, вступает с мамой в контакт, и вот этот контакт может носить достаточно длительное время. Вы можете сказать, ну, что тут такого особенного? Но на самом деле это очень важно. Это развитие происходит. Оно... Ну, невозможно тут спешить. Она занимается много, чем многими видами терапии, да? Но, тем не менее, вот, ну, от того, что мы будем какой-то цветочек поливать утра до вечера, это не поможет ему развиваться. Важно, чтобы ребенок шел в своем темпе, он получал удовольствие и находился в той среде, которая для него привычна. И вот такие вот игры, даже пускай они будут очень простыми. Не важно, чтобы игры были какими-то очень значительными. То, что нравится ребенку. Для нас тут главный заказчик и главный директор, что ли, игры – это ребенок. Поэтому вот то, что важно, да? Мы помогаем ребенку, очень важно помочь ребенку отрегулироваться, да? С собой мы регулируем ребенка. Кого-то мы к себе прижимаем, кого-то нам можно погладить, кого-то нет каких-то единых способов для каждого из детей. Кто-то любит щекотку, кто-то их не выносит, да? Ну, во всяком случае, наша задача – привлечь на этом этапе внимание ребенка и это внимание помочь ему удерживать. Потому что любой процесс, вообще любой развивающий процесс начинается с внимания. Если у ребенка нет внимания, он не может ничего усвоить и ничего удержать. Мы можем предлагать действия, которые могут ребенка успокоить. Кому-то мы предлагаем действия, которые наоборот его возбудят, если ему это нужно. И, в общем-то, наша цель – чтобы эта игра была приятной, интересной и веселой для ребенка. Давайте поговорим с вами о второй ступени. Какие для нее характерные особенности? Это тот этап, это та ступенька, на которой ребенок вовлекается во взаимные действия. Если на первом этапе надо было создать у ребенка такое состояние, помочь ему создать такое состояние, когда он спокоен, когда он уравновешен, то на втором этапе у нас, наоборот, надо помочь ребенку реагировать на… выделяйте среды взрослого человека, своего, ну, маму в основном, да, и родителей, узнать их. И вот тут вот, что мы можем говорить на этой ступени, что выделяется тут ожидание, предвкушение ребенка, да, вот этих каких-то вот контактов. И мы начинаем, вот на этом этапе начинают развиваться тесты у ребенка, ну, где-то к 5-6 месяцам могут появиться какие-то уже там жесты, ребенок может смеяться, улыбаться. О чем это все говорит? Что у ребенка развивается невербальная коммуникация очень активно на этом этапе. И если этого не происходит, то он, если у него у самого не происходит, ну, у него не развивается невербальная коммуникация, соответственно, он не может считать сигналы, которые поступают из окружающей среды. И такой ребенок, вот если он находится в таком хорошем состоянии, спокойном, он будет радостно смеяться, будет готов к контакту, и он будет вот постоянно обрабатывать ту информацию, которая к нему поступает. Какие же у нас методы могут, какими же мы стратегиями можем пользоваться вот на этой ступени? Ну, во-первых, мы стараемся, чтобы у нас были какие-то объекты совместного внимания. И не обязательно это какие-то игрушки, какие-то предметы. Это мы сами, да, главный объект для ребенка – это мы, и он для нас главный объект. Не всегда нам нужны какие-то посредники в виде погремушек, каких-то там бубенчиков, модулей. Хотя это тоже хорошо, ну, да. Вот всякие игры в ку-ку, да, они происходят своеобразно, да. Тут вот ребенок может ожидать, когда там взрослый появится после того, как спрятался. И это для него имеет очень большое значение. Это и для его когнитивных способностей имеет значение большое, и для эмоциональной привязанности. Ой, мама вдруг исчезла. Ой, мама, нет, мама не исчезла. Мама, вот она появилась. То есть это очень важные такие игры в виде ребенка. И постепенно эти игры меняются, они становятся более сложными. И вот тут вот нам важно, чтобы когда мы играем с ребенком, мы могли отражать его чувства, отражать его эмоции. Ребенок там «А!», и мы ему в ответ какой-то подаем звук. И когда вы видели, вот как играет Николай, вы видели, там ребенок кричит, и он тоже поддерживает этот крик. Ребенок производит какое-то действие, и Николай может повторить за ним, ну, специалист может повторить, или мама может повторить за ним это действие. И кажется, что, ну, что-то вот такой бессмысленный крик, он же еще не говорит, но на самом деле это ребенок начинает понимать, что его слышат, он начинает прислушиваться. О, я что-то там, какой-то звук произнес, и кто-то за мной повторил. И вот тут вот, если ребенок, ну, мы следим все время за состоянием ребенка, если он не перевозбужден, то мы можем усиливать аффективное воздействие на него. Мы можем преувеличивать свою мимику, преувеличивать жесты, преувеличивать звуки. Но это не всегда так можем мы действовать. Если у ребенка, наоборот, слишком высокий уровень возбуждения, если он легко перевозбуждается, то тогда мы, конечно, себя ведем более осмотрительно и ищем тот уровень воздействия на ребенка, который ему комфортен, чтобы у него не создавались стрессы, чтобы не повышалась его тревожность, чтобы, опять-таки, он находился в таком состоянии, когда можно с ним, ну, хоть как-то взаимствовать. Да, это еще, ну, это вот, ну, когда мы говорим о детях наших, с которыми мы общаемся, ну, наших детях, да, то, конечно же, тут надо быть очень осторожными, внимательными, потому что много коморбидных состояний может быть у таких детей, да, и эписиндромы, поэтому, ну, в общем, надо быть внимательными и осторожными. Но в то же время мимика, жесты и звуки разные – это то, чем мы можем, это то средство, которое мы можем использовать для нашей коммуникации. Очень важно в этой коммуникации соблюдать очередность – ты, я, ты, я – такая реципрокность определенная, да, последовательность. Это когда мы говорим и о маленьких детях, и о больших. Чем обеспечивается вот эта вот взаимность у взрослых, более взрослых детей? Можно по очереди, там, кормить друг друга, можно по очереди бросать мяч. Много, много всяких игр, которые мы можем совершать по очереди, и чтобы ребенку хотелось это сделать. Мы не можем его заставлять, да, ну, во всяком случае, какую-то, вот он бросает сам мячи, он не хочет подпускать нас в эту игру. Мы подставили ему коробочку какую-то, да, чтобы «давай сюда, давай ты», или он бросает один мяч, мы бросаем другой мяч. То есть вначале мы как бы подходим к ребенку, мы не можем очень резко вмешаться в эту игру его, потому что нам важно, чтобы он, еще раз говорю, испытывал к нам доверие, не пугался, чтобы снизить его уровень тревожности. И вот на этом этапе мы можем расширять повестку дня. Это не только игры, если мы говорим о более взрослых детях, это и какие-то режимные моменты, в которых ребенок вовлекается, в которые ребенок. И очень важно использовать вот такой момент предвосхищения, чтобы ребенок ожидал, что сейчас произойдет. Он предвидел это, вот так вот, был готов, что что-то произойдет. Вот это вот такая, знаете, вот предвосхищение того, что произойдет, это тоже очень, это помогает увеличить внимание ребенка. Давайте с вами посмотрим игру. Я бы не... Ну, давайте посмотрим, можем ли мы говорить, что эта игра у нас коммуникативная, но в то же время эта игра очень интересная. пингвинчику даешь кушать, да? Вот. Вот, ням-ням-ням, вкусно как. Пингвинчик тебе говорит спасибо. Спасибо. Спасибо, показал. Да? Давайте посмотрим, как реагирует ребенок. Как реагирует ребенок. Он, в общем-то, увлечен этой игрой, да? Он слышит маму, он реагирует на ее комментарии, но зрительного контакта особого нет. И, конечно, хорошо бы, хорошо бы, да, чтобы вот тут вот была работа, велась не только с предметом, да, чтобы ребенок играл с предметом, но и обращал внимание на маму. Ну, что интересно в этой игре, вот такая игра появилась у ребенка впервые. До этого у него мама насыпала ему вот эту гречку, чтобы он, по какой-то, чтобы он там игрушечки оттуда доставал и конфетки. А он принес игрушку свою и стал ее кормить. Вот это у него в первый раз произошло, и это очень важно. И никто его конкретно этому в данный момент не учил, но, тем не менее, это вот сама ситуация, сама среда вызвала у него эту игру. И, в принципе, конечно, мы можем вот это вот кормить друг друга, и теперь он угощает, ну, это на этой вот, в этом видео, да. Но мама рассказывает, что он сам угощается, и когда она просит, он ей дает. Да, пока не очень так активно, но, во всяком случае, он на этом пути. Он готов уже поделиться и вот включить маму в этот процесс. Это уже не только его такая жесткая самостоятельная игра, куда никто не может включиться. И нам надо понимать, что вот флор-тайм – это не игра, развлечение. Наша цель – не просто развлекать ребенка. Обязательно... Задача – вести ребенка по ступеням развития. Простите, у нас уже 5-7 минут осталось. Да, я вижу. Да, давайте тогда отвлечемся от нашего текста и перейдем на просто просмотр видео. Я думаю, что это будет более интересным. Вот давайте посмотрим... Вот у нас игра, девочки. Ой, простите, это... Зайка, смотри на Дэнни. А теперь... Мышка. Ой, поищу тебе мышку. Вон она. Пип-пип-пип-пип-пип. Как ты хочешь разделать? А теперь сюда. Висичку. Висичку. Висичку! Висичку! Ну вот интересно то, что у ребенка появляется в этой игре указательный жест, и мы не специально его учим этому. И эту игру можно использовать по-разному, но всё-таки желательно, если у ребёнка есть формировать символический уровень в играх. Это более высокий уровень. Извините, сейчас я вам уже буду не по порядку показывать эти непоступления, потому что тут немножко плохо видно эта последовательность, чтобы успеть. И посмотрите, появляется в этой игре указательный жест. И вот ещё одна игра с этим ребёнком. Папа! Папа! Я вот я, мышка! Пи-пи-пи-пи-пи! Пи-пи-пи! Пошёл! Передумай, что тебе очень будет. Пошёл! 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 Лёжка! Т askognito! Папеятти! И мышка тоже! Парк hork! Пи-пи-пи-пи! Пи-пи-пи! Пист agrade 마! Пи-пи-пи! Пи-пи-пи! Пи-пи-пи-пи! Дима, Димашка, иди! Сюда! Сюда! Опа! Спряталась! Нету! Нету! Толпышки, посмотрите! Слышите, да, появляется у ребенка, вот на такой эмоциональной волне появляется спонтанная речь. И в принципе, ну хорошо он так продвинулся, он плохо реагировал на слова, был обычным ребенком, непослушным, ломал машинки. Я просто не буду уже вам показывать, хотя есть тут у меня это видео. Ну в общем постепенно, постепенно стал вовлекаться в такие игры. И в общем ему на этом интересе, очень хорошо, на мотивации высокой такой, очень хорошо он как раз таки развивался. И совершенно не нужно было его ничему заставлять. Вот хочу вам показать видео совершенно удивительное. Это не игра ребенка с мамой. Пока! Видели? Вот этот вот человек сделает вот эти видео-фильмы сами. Сам, как раз к слову о том, а сейчас, о таких занятиях об интернете, об использовании интернета. У него есть проблемы определенные с речью, он ребенок с аутизмом. Но тем не менее, ну очень такой способный, да. И мама создает, мама ничего не разбирается в этих играх совершенно. Он абсолютно все делает сам, что касается интернета. Но большую базу он получает с мамой. Я говорю, а как он у вас научился, понял, что надо этот телефон поставить внутрь, в машину? Ну, говорит, мы с ним прорабатывали это. Вот мы фотографировали игрушки, смотрели, куда там Мишка поедет. Что Мишка увидит, вот если его так посадить. То есть, вот такая работа, опять-таки, вот разный уровень детей определяет разную работу. И вот хочу еще вам показать, что уже, сколько у нас минут, вот мы заканчиваем, чтобы вы, знаете, конечно, да, вот сейчас видео тоже мамы. Ой, простите, сейчас другую. Вот это мальчик, когда он начинал заниматься. И вот мама прислала видео. Она сейчас, она закончила курс флортайм. Сейчас они живут в Лондоне. И она титры сделала, но титры вот тут не передаются. И она занимается с детьми. И она привлекла сына к тому, чтобы делать с ребенком. Вот сейчас вот в этой ситуации карантина. Они вместе там с ребенком, вообще, вот этот вот мальчик Алмаз, он с мамой вместе проводит занятия для того ребенка. Поэтому они куда-то смотрят. Это камера. Сейчас. Какую-то открытку смотрят, как делать. Я принесэки, и я принесэки. И это кха. Ага. О, простите. Ты принесэки свои presentа. а мы и 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 Ну вот я думаю, вам интересно посмотреть, как родители творчески используют все эти игры. И, ну, к сожалению, очень много времени. Мы должны уже заканчивать. А, ну да, сегодня у нас все закончилось. Да, я думаю, что вот на такой ноте... Да, и что я хочу сказать. Знаете, очень важно, чтобы мы видели цели какие-то и не опускали руки. Вот потому что, ну, важно действовать и жить сегодняшним днем. Обязательно результаты будут. Не бояться того, что вот ребенок чего-то не успеет в этот короткий срок, что он не успеет до школы, что он не успеет в институт, что вот впереди вот такая тяжелая жизнь. То есть это все очень понятно. Я с вами абсолютно это все разделяю, эти мысли. Конечно, это всегда тревога родительская. Но в то же время важно понимать, что это жизнь ребенка, это жизнь ваша. Она вот, ну вот, только смотреть в завтра невозможно. Надо вот помочь и себе, и детям, особенно в эту тяжелую, ну, какое-то время нам пережить. Вот, и вот можно вот так вот не заморачиваться, во что я буду играть. Вот то, что делает ребенок, просто попытаться к нему присоединиться и вовлечь его вот в какие-то, то, что может быть интересно вам и ему. Спасибо большое за внимание. Извините, что несколько сумбурно. Спасибо большое, Анна. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Продолжим знакомство с вами. И просто включайте, на которые вы можете продолжать.